Здравствуйте, меня зовут Стас Добровский, в данном случае я пока еще являюсь одним из создателей Союза Творческих Людей Одессы КПД. Один из проектов КПД заключается в том, чтобы помочь тому человеку, которому не ищет и не просит помощи, помогает себе сам, несмотря ни на что. То есть, помощь самому себе посредством того, что я делаю, чтобы для человека более сильного. Один из этих проектов – это проект «Идея Виталия Гринчука», о котором он сейчас счастливо, в принципе, и расскажет. Здравствуйте. Давайте я сразу объявлю анонс. 10 июля на площадке, любезно предоставленной Музеем Каньячных дел Шустов, в 7 часов вечера состоится концерт, первый концерт, первое выступление за два года Харлея Даймонда. В программе примет участие Зоя Харлэмпиди, Олег Ивлик, Дарк Дэй, Франк Фокс и Владимир, Степан Сыромят, Домбровский наш примет участие. И могут принять еще некоторые музыканты, пока с ним сейчас общаемся с ребятами, мы надеемся, что они переедут. В принципе, все эти люди – это друзья Харлея, которые так или иначе с ним когда-то работали, которым помогал он, которые помогали ему. Ну, сейчас они хотят сказать и Стасу, и всем нам, что Стас не один, что мы ему поможем. Харлею, что Харлея не один, что мы поможем Харлею. Потому что если мы не можем помочь самим себе, если мы не можем помочь своим друзьям, то и нам тоже никто уже не поможет. Харлей незрячий. Харлей потерял зрение два года назад. В клинике Филатова за последний год прошли четыре операции на глазах, все безуспешные. Зрение не вернули, улучшений не было. Зрение могут вернуть, но подобные операции не делают ни в нашей стране, ни в ближнем зарубежье. Подобные операции делают в Европе, делают в Канаде, в Германии. Это очень дорогостоящие операции. Стоимость одного глаза, стоимость одной операции на одном глазу составляет буквально 100 тысяч долларов. Это огромные деньги. У Харлея их нету, нету ни у его друзей, но мы надеемся, что этот концерт, что это выступление, оно поможет собрать хотя бы часть необходимой суммы, чтобы Харлей снова мог видеть, чтобы снова вернулся к нормальной жизни. Харлей, расскажи. Всем привет. Меня зовут Харлей. Очень-очень сложно на самом деле жить в таком состоянии, но я не падаю духом, верю. Сейчас столкнулся с тем, что многим даже зрячим своей энергетикой помогаю держаться, не падать духом. Учитывая все ситуации в стране, я прекрасно понимаю, что я не единственный с такой проблемой, но тем не менее верю в лучшее и сдаваться не собираюсь. Всех жду на концерте, верю, что в этом мире мир не без добрых людей. Давайте дайте я еще пару слов скажу о взаимопомощи. У нас общество гуманное, мы любим помогать, но у нас так сложилось исторически, ну не исторически, у нас просто так получается, что мы помогаем в основном детям. То есть у нас есть благотворительные фонды, они действительно помогают, они действительно работают, но они помогают детям. Если человек, ну скажем уже, взрослый, то помочь ему особенно некому. Поэтому мы рассчитываем, друзья, мы просим вас, приходите. Мы не говорим, что мы там с вас будем собирать деньги, да, там будет платный вход, но мы просто хотим, чтобы вы пришли, чтобы вы посмотрели на этого человека, как он возвращается к жизни, как он делает то, что он делал всю свою жизнь после всего этого года тьмы, как он снова поднимается на сцену, как он снова читает рэп, как вместе с ним на этой сцене будут его друзья приходить. Это будет просто классный концерт. Хочу еще добавить, сказать, что, не знаю, это почувство, да нахер этих добрых людей, по большому счету, я не верю ни в добрых, ни в злых людей. В мире нет гостей непрошенных, и никто не пришел напрасно. В мире нет ни плохих, ни хороших, есть счастливые и несчастные. И я считаю, что это тот проект, который может дать людям при памяти возможность заработать. Это будет не один такой проект, когда мы сможем помочь человеку, который в первую очередь помогает себе сам. Без жалости к себе, без чувства вины, без тех самых мифических добрых людей, а именно делом и поступками. Когда есть возможность заработать человеку самому, помочь человеку заработать и купить себе это гребанное счастье. Если считать, что деньги это кратчайший путь к свободе, то в этом случае это именно так. Приглашаю самую главную помощь оказать, это прийти тем людям, которым такая помощь нужна, и которые точно так же, как и Харли, что-то делают собой. Объединиться и начать уже работать. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Олег Хиблих. Я бы хотел сказать такую вещь. Надеяться на государство совершенно бесполезно. Оно никогда ничего не делало для нас и ничего делать не будет. Чиновники набивают себе карманы, используя свои посты. Поэтому обращаться к ним совершенно бесполезно. Медицина находится в жутчайшем состоянии. Никто из чиновников в своей семье здесь не держит. Они все лишь бы живут за границей. Лишь бы они лечат. Да. Лечить никто наших детей и наших близких, кроме нас, не будет. Поэтому давайте, ребята, как-то дружно помогать друг другу, потому что каждый может оказаться в такой ситуации. Когда все это поймут, тогда станет уже мир другой. Еще раз, где это когда? Музей коньячных дел Шустова. 10 июля. В 7 часов вечера мы начнем. Да прибудет с нами сила, друзья. Спасибо всем. Спасибо всем.